Доброго времени суток, дорогой друг! Итак, от тебя ушла жена или любимая женщина. Тебе кажется, что жизнь кончилась, и ты думаешь, что тебе теперь делать. Поздравляю, ты обратился по адресу. Конечно, для некоторых мужчин, от которых уходит жена, это праздник, но большинство мужчин уход жены или любимой женщины переживает как личную трагедию, как будто им отпилили по живому руку или ногу. Сейчас мы поговорим о том, что делать в такой ситуации. Ты был женат или у тебя была любимая женщина, она от тебя ушла, и вот через некоторое время ты весь разбитый, а она уже занимает своей жизнью и думать про тебя забыла, иногда о себе напоминает. И ты думаешь, что тебе делать, начать пить или наложить на себя руки, весь мир кончился, все разрушилось, как тебе сейчас кажется. Для начала давай немножко поговорим о физической составляющей вот этого твоего состояния. У мужчин и женщин вырабатывается, хотя и в разных случаях, гормон, так называемый гормон привязанности, нежности, окситоцин. У женщин и мужчин он вырабатывается после оргазма, а у женщин также при грудном вскарбливании, а у мужчин он постепенно вырабатывается в отношениях. То есть, если ты живешь с женщиной на одной территории, у вас отношения, ты воспринимаешь эту женщину как часть себя, как свою руку, ногу, как часть своей души. У женщин такого нет. Поэтому часто видна ситуация, когда мужчина и женщина расходятся, если женщина через какой-то короткий промежуток времени начинает жить своей жизнью и кажется, что ничего и не было. А у мужчины, наоборот, погружается в какую-то депрессию, в какое-то адское безумие. Это вот как раз действие этого гормона. Окситоцина дает о себе знать. Если мужчина, что называется, был под окситоцином и его бросили, это все равно, что ему отпилили руку или ногу. Женщинам это очень сложно понять. Женщина воспринимает мужчину как внешнее, а мужчина воспринимает женщину как часть себя. То есть в настоящий момент, если ты переживаешь разрыв, переживаешь потерю части себя и это физическое состояние. Что делать в этой ситуации? Причем ты можешь как хотеть вернуть свою жену женщину, так и навсегда забыть от нее. Но в настоящий момент ты сделать этого не можешь. И не мной, а другими психологами разработан метод под названием санитарный час, Санчес сокращенно. Ты можешь в Яндексе набрать Санчес, санитарный час и почитать про него. И я сейчас вкратце тебе расскажу, что это такое. Еще раз подчеркну, неважно, хочешь ты в дальнейшем вернуть себе эту женщину, либо хочешь забыть ее как страшный сон, но в настоящий момент ты сделать не можешь ни того, ни другого. С чего начать? Для начала тебе нужно понять, что ничего личного – это просто бизнес. Нужно отказаться на данный момент, попытаться отказаться от эмоций и поставить себе цель выйти из вот этого состояния разрыва, из состояния, как будто тебе кажется, что ты потерял руку или ногу, из состояния, как будто вокруг один ад и все беспросветно и черно. Но в нашем случае нужно пережить разрыв. Нужно для начала не звонить своей женщине ни под каким видом, не встречаться. Еще раз подчеркну. Вот то, что я сейчас говорю, вот этот санитарный час, Санчес, это нужно делать буквально и четко, никаких срывов не должно быть. Иначе придется начинать все сначала и будет только хуже и дольше. Итак, не звонить вашей ушедшей от вас женщине ни под каким видом, не встречаться, не искать этих встреч. Если вдруг позвонит она, не отвечать. Если же женщина все-таки прорвалась, как домашний телефон, позвонилась другому номеру, не разговаривать. Сказать ей, алло, не могу сейчас разговаривать, перезвоню позже. Максимум 10 секунд. И, разумеется, не перезванивать. Полное информационное блокирование. Забанить в черный список во всех соцсетях и так далее. Полное информационное блокирование у тебя должно произойти. Как бы это ни было тяжело, как бы ты ни строил, не пытался обмануть себя, ни строил каких-то там наполеонских планов о том, что ты сейчас за ней проследишь и вот там она сделает ошибку, и тут-то ты там отомстишь или что-то сделаешь. Нет. Полное информационное блокирование, что называется в простонародье, за глаз долой и сердце вон. Она, в том-то случае, если это жена или женщина, с которой ты долго встречался и с которой, предположим, у тебя дети есть общие, она может подумать, что ты объявил ей войну, не бойся этого. Ничего она тебе не сделает. Это для тебя не конец, а начало. Конец – это розовые сопли, демонстрация того, что ушедшая женщина может к тебе вернуться в любую минуту. Кстати, поэтому она и не торопится возвращаться. Зачем спешить, если ты ждешь? Она уверена, что ты будешь ждать сколько угодно. Далее. Попробуй сменить стиль одежды. Внешние изменения есть сначала изменений внутренних. Давно замечено психологами, установлено уже, что внешний вид человека влияет на его внутреннее состояние. Когда вы одеваете строгий костюм, вы внутренне чувствуете себя более собранным, чем когда вы идете в тренингах и мать алкоголички по улице. Измените себя внешне, начать с одежды. Носил спортивный костюм – значит деловой. Если деловой, значит спортивный или джинсы. В любых вариациях. Главное – что-то изменить в себе внешне. Если на работе дресс-код, нужно найти разумный компромисс. Можно сходить в парикмахерскую, на какой-нибудь массаж, изменить прическу, предположим. С усами и бородой лучше не экспериментировать. Тебе необходимо измениться в лучшую сторону, стать свежим, интересным, необычным. В первую очередь для самого себя. Ты должен сам себе нравиться. Купи себе новый парфюм, подари себе что-нибудь элегантное и ненужное. Вообще можешь побаловать себя подарками. Срочно, прямо сегодня начни ходить в спортзал или в какой-нибудь фитнес-клуб, или в какой-нибудь бассейн. Необходимо привести себя в тонус, как внешне, так и внутренне. Нагрузки помогут отвлечься от мыслей о вашей ушедшей жене или возлюбленной. Как мысли о ней приходят, а приходить они будут часто, если не постоянно. Тут же на пробежку. Буквально, неважно, зима, дождь, жара 40 градусов. На пробежку. Когда мысли о ней приходят, это означает, что ты бездействуешь, что тебе нечего делать. Забивай грусть-печаль бегом. Могут подойти любые другие физические нагрузки, но все-таки лучше бегом. Вспомни свое увлечение в юности. Наверняка есть что-то безобидное, моделирование какой-нибудь, марки, музыка. Могут подойти и компьютерные игры. Тебе лучше знать. Нет времени этим заняться? Начни сейчас. Прямо сейчас. По-серьезному. Хобби вообще великое дело. Вспомни, что у тебя есть друзья, ходи в гости. Нет друзей? Заведи. Можно подойдут какие-нибудь даже интернетные друзья, уж это не совсем худой конец. Если ты живешь особняком как-то, любишь одиночество. Теперь внимание. На людях, у друзей, в обществе ты должен выглядеть абсолютно счастливым. Плакать, стенать, жаловаться, пускать розовые сопли какие-нибудь. Можно по ночам в подушку. Или заведи себе психолога. На людях ты должен выглядеть счастливым. Типа, слава богу, чтобы мы разбежались. Теперь жизнь прекрасна. Девушки красивы. Друзья веселы. Работа не напрягает. Ты полностью счастлив. Ты должен излучать счастье и успех. Не забывай, кстати, о том, что твоя ушедшая женщина тебя сканирует. Не забывай об этом. Как бы плохо она о тебе не отзывалась, ей льстит твое внимание. Она знает о тебе все. Не пытайся понять даже как. И чем больше ты от нее будешь прятаться и шифроваться, тем выше будет ее интерес к тебе. Тем быстрее она будет узнавать все твои новости. С нытиками скучно. Но если ты изменишь себя так, как было сказано выше, у тебя появится реальный шанс вернуть ее в том случае, если ты этого хочешь. Если ты возвращать ее не хочешь, а хочешь, предположим, отомстить, то самая лучшая месть – это выглядеть счастливым. А если ты еще и будешь чувствовать себя счастливым, то будет месть просто в квадрате. Теперь о запретах. Ни в коем случае нельзя. Первое. Пить алкоголь, употреблять наркотики. Кружку пива с друзьями, рюмку коньяку в баре, там, рюмку водки на дне рождения. Пожалуйста. Злоупотреблять алкоголем и употреблять наркотики нельзя. Нельзя глушить в себе тоску водкой и наркотиками. Или употреблять их из скуки. Второе. Нельзя унывать и тосковать. Если эти чувства возникают на пробежку, в спортзал, в гости, в хобби. Сразу же, при первых симптомах. Третье. Нельзя флиртовать с девушками и пытаться заглушить старую любовь новой. Получится очень плохо. Причем может получиться настолько плохо, что потом всю оставшуюся жизнь не расхолебаешь. Нет. Смотреть на других девушек, там, как-то их оценивать ради бога. Заняться сексом, если тебе это нужно. Пожалуйста. Но никаких серьезных отношений ни с кем. Даже в мыслях этого быть не должно. Обычно, чтобы прийти в себя, людям хватает приблизительно 40 дней. Это, разумеется, весьма и очень приблизительно. Все зависит от того, с какой точностью, во-первых, ты будешь выполнять рекомендации, во-вторых, насколько у тебя сильна связь с ушедшей женщиной. Основная цель вот этого всего санитарного часа, санчеса, это избавление от психологической зависимости от вашей возлюбления. После того, как вы полностью санчес прошли, вы можете попробовать ее вернуть, если хотите, или найти себе другую женщину, начать жить счастливой жизнью. С другой женщиной это не принципиально. Еще раз подчеркну, все исполняться должно буквально и так, как это описано. И напоследок еще раз подчеркну, я не советую никогда от того, чего не стал бы или не делал бы сам. И данный метод разработан даже не мной, а практикующими психологами. И он практически в 100% работает. С вами он сработает точно, только нужно не сорваться и делать все четко, так как написано и проговорено мной. До новых встреч!